Пятилетний юбилей Пятилетний юбилей Пятилетний юбилей Мы были в интернете хостинги, были на хостинг, который называется «Волнорез», потом мы перешли на другую платформу, которая называется «Радио Херц». Это сейчас мы на ней вещаем. И он каким-то образом непостижим, не знаю, с моим студентом Колей Романовым в 16-м году сконнектился где-то в интернете. И вот он сам, Сергей, не любит говорить в микрофон, хотя он ведет одну из очень интересных программ на передаче у нас на радио, называется «На открытый микрофон». И вот он, значит, придумал это все и кинул клич, типа, кто хочет. А Колес был, я его готовил на несколько фестивалей, возил его по разным фестивалям авторской песни. То есть я занимался этим внутри колледжа. И вот он мне сказал, я говорю, а я давно как бы хотел что-то вот такое подобное сделать на Александровском радио, «Радио Июль». И вот он мне говорит, давай попробуем. И вот я связался с ними сюда. И, значит, первый свой репортаж я сделал из фестиваля авторской песни, которая называется «Созвучие». Это в Ярославской области проводится он. Вот я там, значит, и записывал, ходил с диктофоном, интервью брал уже как-то, и уже потом скомпоновал это все в передачу. И вот в прямом эфире впервые вот вышел. Это было где-то начало июня 2016 года. А вообще день рождения «Барт-радио» считается, когда первый пошел звук от нас. Просто вот песни пошли в эфир, авторские песни вот эти, записи 30 апреля 2016 года. Мы считаем его днем «Барт-радио», и мы празднуем этот день. Сейчас вы ведете какую-то свою программу там, я так понимаю. Она не столько моя, ее может вести любой ведущий. Программа называется «День за днем». Просто мой понедельник вот как-то за мной закрепился. Мы там несколько раз, бывает, в неделю эту передачу делаем. Мы поздравляем с днями рождения и рассказываем о тех, в эту неделю, чьи дни рождения из пардов. Известных, неизвестных, неважно, очень раскрученных совсем, как бы так, не на слуху. Стараемся о них рассказать, поставить их песни, привязать это к какой-то ситуации. Я, по крайней мере, стараюсь так, к ситуации в мире, что происходит. Ну, ваша точка находится в Александрове. Ну, вы сами говорите, где я сяду, там и точка, да? Да, я же в Александрове живу, я у себя дома, в своей квартире, закрываю дверь. Да, расскажите, как оборудовано ваше рабочее место? У меня компьютер, стоит микрофон с поливательницей, знаете, это вот. Ветрозащита? Да, да, нет, вот такая вот. А, да, 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 ага. Такая вот. Вот, и пульт у меня, Беринджер такой, маленький пультик там со всеми эффектами. Вот, и в основном всю программу делает сама программа. Тут Сергей мне ее прислал, нотик, и там я даже могу во время эфира, во время эфира, допустим, пока идет трансляция песни какой-то, допустим, песня идет там 4 минуты, да? Я могу посмотреть что-то у себя там в этом самом, отключая микрофон. И так расположено у меня в этом управлении на экране, что я могу даже посмотреть, вот Сергей, он гений в этом отношении, в отношении вот программного обеспечения. Я могу посмотреть, сколько человек слушает, откуда слушает. Я смотрю, открываю, там карта прям, карта земного шара, и это самое. Вот в Америке слушают там, кстати, в Америке много слушают, в Канаде слушают, ну, где есть русские диаспоры, там слушают. В ЮАР слушают. То есть Барт-радио такой союз единомышленников, любителей авторской песни, да? Абсолютно бескорыстный, никем не финансируемый, мы живем только на свои деньги. То есть и приглашаете вы на интервью тоже людей, которые связаны с этой индустрией. Расскажите, пожалуйста, у кого удалось взять интервью, какие интересные личности вам уже успели за 5 лет встретиться? Ну, в первую очередь это Александр Моисеевич Городницкий. Я с ним, значит, очень большое интервью. Ее был, значит, в Нижнем Новгороде проводится фестиваль, называется «Музыка-сердец» в пансионате «Буревестник». Александр Моисеевич, ну, несколько лет там был председателем жюри, и вот мы там с ним познакомились, разговорились, это, ну, просто титанище, это вот достоин, не знаю, с ним рядом с ним, хоть чувствуешь себя какой-то там мелкой крошкой, там, не знаю где, вот насколько велик человек. Олег Григорьевич Митяев на Грушинском фестивале, мы с ним знакомы давно, еще там с 90-х, к началу 90-х годов, когда я ездил сам на Грушинский фестиваль, каждый год. Вот, я 15 раз, по-моему, был на Грушинском фестивале, вот, включая вот последний раз был, крайний раз, скажем так, был на этом, на юбилейном фестивале 50 лет, когда был в Грушинском. Вот, Александр Макаренков ко мне приезжал, в Александров, в Александров приезжал, значит, Естегнеевы приезжали, ну, вот, правда, под Ярославлем я у них брал интервью на фестивале, вот, кто еще? Сергей Яковлевич Никитин, тоже в этот самый, кстати, что касается Сергея Яковлевича Никитина, то, поскольку я из Александрова, сам Александр, и веду, у меня фоном, когда я говорю, фоном идет песня Александра. Александра, Александра. Я нашел эту, как ее, инструменталочку такую, без слов, вот, я же, значит, ее пускаю фоном. И вот, во время интервью, вернее, уже после интервью, когда мы закончили записывать с Сергеем Яковлевичем, вот, я говорю, Сергей Яковлевич, вот так и так, говорю, вот, Гришин, говорю, он, то ради бога. То есть я уже сейчас говорю на фоне этой песни совершенно законно с разрешения автора. Личного разрешения автора. А Бардовское радио, оно в России такое одно, да, то есть вы... Нет, много, несколько, нет, есть. Бард-радио, оно немножко отличается тем, что у нас все-таки люди более, значит, знаете, такие вот в классе, хотя есть... Больше своячкового такого, да, более... Она вся вообще авторская песня сейчас ушла вот именно в квартирники, в такие между собойчики. Даже Грушинский фестиваль, там разделилось, там, 19 сцен сейчас. Любой, на любой фестиваль приезжаешь, там, несколько, тоже, та же платформа, которая откололась от Грушинского фестиваля, там тоже 9 или 11 сцен, не помню, там приезжают коллективы, вот, и каждый в своем, как бы, вот в этом направлении работает, и каждое направление любят по-своему, и отдельные люди. И вот поэтому такое перетекание, оно... А мы стараемся все это, как бы, объединить, но далеко не уходить от классики. Не просто радио, а настоящий союз ценителей авторской песни. В прошлом году Барт-радио отметила пятилетний юбилей. Гостем нашей студии стал один из ведущих этого радио, житель нашего региона Александр Федоров. Он живет в Александрове, оттуда же ведет собственную рубрику. О том, как он сам увлекся бардовской музыкой и для кого сегодня пишет песни, Александр Федоров расскажет прямо сейчас. Вы же сам пишете авторскую песню, да, поэтому вы заинтересовались радио. А как вообще к вам это пришло? Почему вы заинтересовались в свое время бардовскими песнями? Я музыкой занимался всегда, и с детства, вот только сейчас Оля рассказывала, что пришел через электронику, я пришел, я в музыку попал сначала как с паяльником, то есть налаживать аппаратуру. Это был конец 60-х, начало 70-х годов, в прошлом столетии. Вот, и там мне приходилось в этом музыкальном коллективе заменять то одного, то другого, то третьего. Кто-то уходил, кто-то женился, кто-то в армию ушел туда-сюда. Ну, ты все равно сидишь здесь, ну, возьми гитару, поиграй. Так я научился играть на гитаре, на клавишных, на ударных инструментах. Вот так постепенно научился всему. Потом появился в моей жизни человек, который научил меня нотной грамоте. Вот, и я, ну, то есть сейчас я могу совершенно спокойно с листа там сыграть что-то, да. А потом уже в более таком, когда стал ездить, познакомился с клубом авторской песни Александровской, это был Сергей Батуев, тогда руководил этим клубом, сейчас в Питере тоже живет. Вот, он, значит, мы начали ездить по разным фестивалям, мы говорим, что, вот так по людям, ну, поют, что-то по сочине, да и попробуй. Вот, попробовал, но мне все равно интереснее делать для кого-то. Я сам не очень люблю выступать. Вот, если спросить, вот, моих друзей, окружения, приезжая на многих фестивалях, мне лучше смотреть, лучше подготовить кого-нибудь, вот, там я на тот же фестиваль, который здесь проходит во Владимирской области, Макушка лета, знаете, в Гроховце, такой большой губин делает, замечательное такое событие, вот. Мы там стали лауреатами, не помню, в 15-м или 16-м году. Катю Пудовкину я подготовил специально, специально для нее песню написал, «Одиночество», вот, для женского голоса такая, женская лирика такая надрывная, вот, специально для нее писал. И она, вот эта песня единственная написанная, потому что она записана на ноты. Губин потребовал, чтобы она была записана, вот. И мне пришлось обратиться к друзьям, они ее записали на ноты. Вот, остальные все песни, они существуют только вот в виде, там, памяти. В виде вашего исполнения. Да, в виде моего или чужого. Вот, они даже несколько песен мои, там, друзья поют. Вот, поэтому я не очень люблю этим заниматься, в смысле, вот, уж когда совсем торкнуло, когда уже, вот, как говорил Виктор Архипович Луферов, мы с ним познакомились на Журавлиной Родине, в «Серковь Посаде», значит, и тоже я что-то им показывал такое, вот. Вот, а он говорит, это самое, Саш, что я тебе могу сказать, говорит, вот, это ведь такая штука, не можешь не петь, вернее, можешь не петь, не пой. Вот уж если не можешь не петь, ну, тогда кто же тебя удержит? Как у Булгакова, да, к поэтам было то же самое. Да, 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 то же самое, да вот, не пиши. Поэтому эта штука тогда, когда вот тебя распирает уже, начинаешь что-то складывать. Вот ту песню, которую вот я исполнял у Оли когда-то, значит, эту я песню написал мне, опять же, Барт-радио, Саша Тихонов, наш главный редактор, дал задание изучить творчество Игоря Доминича, поэт Кишиневский, поэт такой, на него очень много песен написал. Виктор Попов, знаете, вот, такой рыжий, красивый мужик, это самое, известный достаточно Барт из Королёва. Вот этот самый, и, да много кто на его стихе, даже Никитин писал на его стихе песни, вот, на Доминича. И вот сделать о нем передачу нужно было, там какой-то юбилей его был, а он уже умер давно, вот. Вот, и я когда стал изучать, мне прислали сборник стихов, вот. Меня стал изучать, когда, и вот читаю, читаю, читаю стихи, там, его биографию, там, опять стихи почитаю, опять биографию. Вот до этого стихотворения я дошел, который называется «Ангел», вот, оно вот выстрелило просто. У меня сразу заиграл мёд, я начинаю читать стихи, и у меня начинает играть мелодия в голове. И она, естественно, она мгновенно легла на гитару, вот, вот эту песню я испела. А то так получается, что... Есть песни, которые написаны... Долго лежали у меня стихи, очень долго. Я не мог понять, о чём вот она, песня называется «Гамлет», вот. Я не понял, вот, хотя прекрасно знаю это шекспировское произведение, но ни к чему она мне не срасталась. И вдруг, вдруг, это было 97-й год, наверное, было день рождения, юбилей Высоцкого. Вернее, какой... ну да, какой-то это самое. Я смотрю по телевидению, по программу, по Высоцкому. И вот, и в какой-то момент, вот, пазл складывается, и говорю, вот, это стихи, это не... это память Высоцкого. И сразу же получилась песня. Вот, поэтому они появляются... Вот, ну, была задача, вот, как мне, допустим, Катьку вытащить на такой уровень, да? То есть этот серьёзный фестиваль, да, где выступал там Андрей Козловский. Не слышал? Ну, тоже очень знаменитый товарищ. Вот, Андрей Козловский там выступал, Пашев, Хардинов, там, Ромарио, этот... Лёша Вдовин. Алексей Вдовин здесь у вас выступал, Владимир. Вот, группа Недра. Мы слышали? Ну, ладно, бог не... Вот, ну, в общем-то, вот эти самые... И вот на эту же сцену вывести Катю, да, то есть это нужно был... Уровень. Да, уровень, вот. Вот, поэтому мне интереснее, вот, сделать, вот, и за кадр, не кадрович я такой, вот, больше. Мне самому не очень интересно стоять на сцене. Ну, если в большой компании, то с удовольствием. А на Бортрадио вашу песню можно услышать? И в вашем исполнении в том числе? Ну, естественно, можно, но только... Я не знаю, они в ротации есть там, то есть они у нас в ротацию включают... Там следит за этим как раз Сергей, вот, Нотик, он следит за этим, за очередностью, который какие-то ближе подвигает, который частоту появления в эфире там... Он настолько продвинутый компьютерчик, у него свое там, оно как-то варится, вот это все. Потому что без него Бортрадио вообще не существовало бы и не возникло. Потому что все программное обеспечение это Сергей Нотик, который вот... И который придумал, и вот рулит этим делом. Александр Павлович, попросили бы вас, наверное, мы все-таки гитару взять в руки, чтобы она не просто так стояла в студии. И, наверное, в конце интервью исполнить для нас какую-то песню на ваш выбор. Вашу песню, конечно. Нет, давайте не мою песню. Не хотите свою? Не хочу. Какую душа просит тогда? Ну, я хочу спеть песню, которая называется «Здравствуйте». Она очень актуальна, ибо все мы сейчас ходим в масках. Спасибо за внимание и слушание нас. Вы к выходу заранее направитесь сейчас. Мы скажем «До свидания», «До скорого», как знать. Одно лишь пожелание хочу вам пожелать. Здравствуйте. Ну, пожалуйста, здравствуйте. Век живите и здравствуйте. Вы так дороги нам. Здравствуйте. Не болейте и здравствуйте. Ну, пожалуйста, здравствуйте. Представьте на мгновение, и это будет пусть Нормальное сварение, давление и пульс Оно, конечно, если бы, хотелось бы, но как? Как жаль, что люди песнями не лечатся пока Здравствуйте, ну, пожалуйста, здравствуйте Век живите и здравствуйте, вы так дороги нам Здравствуйте, не болейте и здравствуйте Ну, пожалуйста, здравствуйте Есть рецептура новая, отсек на свете зол Таблеточка плюзовая, укольчик рок-н-ролл По дрэке растаманистый и знойная танго Уйдут любые гадости и шелаки заодно Так что здравствуйте, ну, пожалуйста, здравствуйте Век живите и здравствуйте, вы так дороги нам Здравствуйте, не болейте и здравствуйте Ну, пожалуйста, здравствуйте Ва-па-па-ра-ру-рам Ва-па-па-ра-ру-рам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok